И да, давайте двигаться дальше. Продолжая тему, так сказать, качества кода, мы уходим в другую историю от багбаунти как такового, да, уходим от процесса, когда нам нужно самим понимать качество кода, особенно когда понимать, убеждаться в его качестве, да, анализировать и особенно, наверное, когда речь идет не просто о каком-то там коде, а о заказной разработке постоянной, да, с которой мы регулярно работаем. Поэтому прошу поприветствовать Александра Пролепский, менеджер по развитию бизнеса компании Attack Killer. Вот сегодня именно о том, как же работать с анализом кода при заказной разработке в первую очередь, наверное, нам Александр расскажет. Прошу. Да, Евгений, огромное спасибо. Коллеги, всем добрый день. Я, наверное, в какой-то степени продолжу презентацию и тему Андрея Бешкова, который вот рассказал про то, что ИБ должно встраиваться вообще в весь процесс разработки. И вот как раз таки в самом начале этой сессии был вопрос по поводу, что, ну, что сейчас там, например, понятно, да, что надо делать заранее, да, для того, чтобы все было безопасно. И вот как раз таки я хотел сегодня поговорить с вами именно об этом и о том вообще, как происходит, как нужно, как мы считаем, как нужно строить безопасную разработку. По большому счету с какими вопросами мы сталкиваемся на момент того, когда у нас разрабатываются приложения. Раньше у нас на самом деле по большому счету не было таких вопросов, да, то есть приложения были с приставкой моно, это были какие-то там, я не знаю, если это веб, то это сайты визитки. Сейчас у нас инфраструктура полностью гибридная, это во-первых, а во-вторых, даже маломальское приложение, оно так или иначе, оно завязано с каким-то другими или базами данных, или если у нас там, я не знаю, интернет-магазины, то с данными пользователей, карточками там и так далее, и так далее. И поэтому бизнесу все быстрее нужно отрабатывать, ему нужно выпускать новые релизы, все быстрее и быстрее. И отдел информационной безопасности чаще всего сдвигается либо назад, либо вообще не используется, либо приходит по факту уже там каких-то совершенных уязвимостей, ну, прошу прощения, атак. И в этом плане у нас еще присутствует человеческий фактор, потому что человек там ночью он спит, там у него есть отпуск, он может заболеть, и по факту не всегда мы можем среагировать оперативно, так как это нам необходимо. По большому счету еще стоит упомянуть бэкдоры, какие-то связанные не только с человеческим фактором, а просто скачали там какой-то плагин для приложения, и там есть нехорошие какие-то вещи. И специфика приложений у нас там два таких больших направления, это внутренняя разработка какая-то и внешняя разработка. Если мы говорим про внутреннюю разработку, то, во-первых, чаще всего, ну, там в 99% случаях приложение, оно не стандартизированное, это какие-то там допиливания, дополнительные плагины, там еще что-то, еще что-то. Плюс это могут быть закрытые платформы, да, которые, в принципе, там мы что-то видим, но не понимаем, насколько это вообще все между собой связано, насколько это работает. Если мы говорим про стороннюю разработку, то тоже очень много вопросов, потому что мы, во-первых, не понимаем, не всегда понимаем, насколько там все защищено, насколько это все верно сделано, код может нам приходить в зашифрованном виде. И по факту мы написали запрос там на обновление, нам еще раз нужно все перепроверить, насколько это все сделано, не скомпилировано хорошо. С чем, с основными какими ошибками мы сталкиваемся? Если мы говорим про код, то это в первую очередь непреднамеренные ошибки, это ошибки синтексис, это какие-то там ошибки взаимодействия между модулями, но бывают и, скажем так, преднамеренные ошибки. Это могут быть либо какие-то некие закладки, либо это может быть оставленные, опять же, как я говорил, бэкдоры, только на случай, если там что-то пойдет не так. Ну, например, там человека уволили, еще какие-то моменты. Вот несколько примеров хотелось бы с вами обсудить. В прошлом году Рособранадзор подвергся некой атаке, там некого человека, и на Хабре это было рассказано. По большому счету, что там происходило, есть форма, где можно посмотреть свой диплом, данные о дипломе, и защищена она следующим образом, что если там какой-то перебор большой сделать, или если ввести несколько раз некорректные данные, появляется ошибка, доступ на время заблокирован. Но один из пользователей делал простейшие запросы по многим сайтам, натолкнулся на этот сайт, сделал там какую-то несложную сиквельную инъекцию, по итогам сервер отдал ему отчет о версии, на чем написано, все-все-все подробности. Далее он написал несложный запрос на питон скрипте к базе данных, и ему прислали все данные, номера по непосредственно дипломам людей. По факту он просто прошелся по ним и выгрузил все данные о дипломах. Кажется настолько несложный запрос, тем не менее он рассказал это на хабре, там потом это, по-моему, удалили довольно быстро, но он рассказал подробно, как это было взломано. Что касается, еще один пример, вот совсем недавно произошел с непосредственно платформой Magento, где выпускаются различные там веб-интернет-магазины. Они тоже рассказали, что в легитимный JS-скрипт был внедрен через Google Analytics запрос только на другой сайт, и данные, куда вводились платежные данные с пользователей, они утекали злоумышленникам. После того, как это было замечено, уже около 40 сайтов подверглись этой инъекции, и они отдавали уже данные на сторону. GitHub, наверное, тоже всем известный ресурс, там есть много различных репозиториев, но выяснилось недавно, что около 90 учетных записей они продвигали библиотеки, где они уже были изначально заражены, и как только скачивалась непосредственно эта библиотека, сразу шло заражение компьютера, и по факту этот компьютер становился зомби, компьютером для атакующих, для тех, кто впоследствии хотел делать доз-дидоз-атаки. И эти компьютеры, в принципе, к ним был получен доступ, и они уже дедосили непосредственно других клиентов. И вот один из примеров, называть, к сожалению, клиента не могу, там уже закрытая информация, но просто расскажу о том, с чем мы столкнулись на своей практике. В 2008, вот лет 10 назад, клиент непосредственно заключил договор с партнером на написание сайта, все хорошо, все как бы работает, вопросов нету, но прошло там сколько-то времени, клиент задался вопросом, насколько защищен его сайт, что там вообще внутри, что утекает, что нет, ну просто непонятно, как все работает. И по факту обратился к партнеру, партнер сказал, что нет, я код не буду давать, вот договор, код мы присылаем в инфуцированном виде, зашифрованном, мы ничего не предоставим. Даже когда мы обратились и как независимые эксперты предложили просканировать там код, посмотреть, что вообще, нам отказали. И сейчас вот еще все это до сих пор происходит, сейчас клиент вообще думает отказаться от услуг, но в этом случае либо нужно перезаключать, как партнер хочет договор и заново оплатить все услуги по написанию сайта, что очень странно, потому что сайт уже работает и все написано, прошу прощения, либо необходимо сменить партнера, но заново тогда будет другой сайт или какие-то все равно изменения будут. Поэтому люди, грубо назовем, сидят на игле просто, ничего не могут с этим поделать. К чему вообще хочется призвать и основная идея, то что по большому счету весь выпуск любых приложений, любых каких-то форм у нас происходит следующим образом, что отдел информационной безопасности, он либо не подключается вообще, либо только после совершения какого-то инцидента, или, например, по большому счету у нас, например, заложен релиз там какой-то, а по факту у нас он сдвигается на какой-то далекий срок, потому что после всего еще должны пройти вот эти тесты безопасности. И это в корне неверно. Нам вот как раз тоже хотелось бы поднять разговор про жизненный цикл разработки. Мы сталкиваемся с проблемами практически на каждом этапе, то есть дизайн, какие-то старые архитектуры, устаревшие платформы. Если мы говорим про разработку, то как раз-таки там нас ждут много сложностей, да, то есть это может быть и что-то не то написали, взяли не оттуда. На тестировании то же самое, что тестировщик это не хакер, он не всегда понимает, так должно работать или не так. То есть он посмотрел, вроде все корректно работает, а насколько безопасно, это тоже есть вопросы. Ну и когда у нас заново мы выкатываем обновления, мы натыкаемся на те же грабли. И нам хочется, да, и как мы видим, что на каждом этапе нужно проводить какой-то анализ. Там в частности там наша компания, да, она больше занимается как статическим анализом. Но по большому счету нужно анализировать и смотреть на всех вот этих реперных точках, на всем этапе разработки приложения. То есть по факту, если отдел информационной безопасности у нас строен в каждый цикл разработки, то все будет выходить вовремя и не нужно каждый раз там в какой-то момент бежать там к отделу информационной безопасности и говорить, что вот все там, плохо все пропало. Если отдел информационной безопасности взаимодействует с каждым отделом, которые отвечают за то или иное действие, то никаких проблем не будет, как вообще мы видим и как мы работаем в данной сфере. В первую очередь, конечно же, есть много и открытых источников, и наша разработка, которая создает некую базу знаний, прогоняя исходный код, прогоняя конфигурационные файлы, через которые создается некая модель приложения, где становится понятно, какие модули между собой общаются, как они общаются, по каким каналам. Те каналы, которые смотрят куда вовне, мы также их обозначаем, потому что очень важно понимать, что и куда уходит, если уходит. То есть это используемый внешний компонент. Хорошо, если это просто там запрос или там скачивание ресурсов, а если это уходит куда-то на нелегитимные сайты. И после этого необходимо ставить задачу с двух сторон. То есть это и задача для разработчиков на исправление кода или оптимизацию кода, и задача для службы информационной безопасности для того, чтобы проверить, действительно так и должно быть или это что-то нехорошее. То есть с чего хочется призвать начать? В первую очередь это разработка методологии, как что должно работать. То есть это написание документации для того, чтобы было понятно, где, что, кто и за что отвечает. То есть если мы говорим про отдел информационной безопасности, это нужно в первую очередь им, чтобы понимать, что, например, на этапе разработки также они подключаются в самом начале, а не уже, когда им отдали код, а он уже там через два дня должен выходить в продакшн. Выбор инструментария. Здесь, как уже прошлые спикеры говорили, инструментов очень много, в том числе и мы с этим работаем. По обучению. Обучение должно происходить как людей, так и самого продукта. То есть он должен быть обучаем и ориентироваться под конкретную специфику. Ну и экспертное сопровождение уже то, что моя коллега Мария говорила до этого. То есть это некая аналитика. Коротко о нас, просто в двух словах. С 2015 года мы являемся отдельным направлением компании InfoWatch. В принципе работаем больше по защите и доступности веба, но еще с 2010 года у нас как раз идет непосредственно работа с обеспечением защиты и проверки исходного кода. Что у нас сейчас? Естественно, нужно понимать, что специфика там есть 1С, есть какие-то веб языки. Мы работаем практически со всеми языками, то есть у нас около 20 производных. Но вот куда нужно двигаться, что бы нам тоже хотелось, чтобы и, наверное, мы же ориентируемся также на наших коллег по цеху, поэтому в первую очередь это, наверное, необходимо разделить, чтобы приложение или продукт или какой-то проект был разделен с одной стороны для разработчиков, с другой стороны для отдела информационной безопасности и внутренняя какая-то коммуникация, чтобы было понятно, кто за что отвечает. Ну, например, там, я не знаю, разработчик поставил, что это ложное срабатывание, по факту это не является, и это нужно как-то отслеживать. Ну, и, наверное, тоже очень важно, что клиент, исходя из своего проекта, мог сам что-то выставлять, например, изменять список тех языков или тех уязвимостей, которые ему более важны. Коллеги, у меня все. Огромное спасибо за внимание. Спасибо большое, Саш. Да, ну, коллеги, продолжаем вопрос, точнее, продолжаем тему того, что у нас реально нет времени на вопросы, поэтому у Саши, конечно, билет чуть-чуть раньше, чем на завтра, но сегодня вы еще успеете его поймать с вопросами, поэтому давайте продолжим. Да, спасибо, я на стенде. Спасибо.